Буду ставить, вот так вот держать буду, держать. На весу всегда делаю, чтобы корни не втыкались. На весу всегда буду держать вот так и втыпать. Меня зовут Наталья Белотелова, канал про дачу. Сегодня я о черенках, которые начеренковала и взяла домой на зиму, чтобы не скучать. Вот такая у меня тут композиция. Мне нужно посмотреть корни. Но вот снизу я ничего не вижу. Скорее всего, корней еще нет. Но мне хочется посмотреть. У меня тут вот одна розочка. Здесь вот два клематиса и одна гортензия. Так, вот интересно. Вот это гортензия крупнолистная. Ой, тут много как наросло. Смотрите, тут уже какие корни. Но это я сама вот виновата. Нужно же уже ее в землю сажать. Она у меня все здесь сидит. Смотрите, какие хорошие корни. Много корней. Видите? Вот. Я ее вот сюда вот положу. Видите, сколько корней. Ну, конечно, на клематисах... На клематисах я первый раз так делаю. В принципе, вот и на крупнолистовой гортензии, именно в агроперлите я тоже делала первый раз для пробы. Смотрите, как отлично. И именно мне хотелось в вот такой вот низкой таре. Потому что у меня розочки получились в такой низкой таре очень хорошо. И я ее же использовала. Вот ее же использовала для того, чтобы вот эти вот еще воткнула. Ну, здесь вот что-то неудачное смотрю. Вот черненькое. Попробую обработать. Так. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь я не надеялась, что здесь что-то есть. Потому что... Клематис это такой. Буду дальше продолжать. Знаете, пришлось вот полить. Даже наоборот, было сухо. Видимо, в какой-то момент, может быть, было больше влаги. Потом я, значит, не полила. В общем, здесь вот нужно четко проверять. Вот так вот на... Как я называю, всегда на палец. Нельзя на авось делать. Ну, а я сейчас ездию то на дачу, то в квартире. Они уже у меня перевезены в квартиру. И, соответственно, конечно, это здесь дело тонкое, что называется. Так. Вот замесила здесь земля садовая, земля покупная, песок речной и немножко агроперлита. И буду это все в прозрачный стаканчик накладывать. Думаю, что хватит, потому что надо примерить. Вот так, видите, думаю, что хватит. Сейчас поставлю, буду досыпать. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший. Махряс ты такой. Много наросло. Я сначала вот эту землю полила. Ну, это уже достаточно. А потом только вот так вот буду ставить. Вот так вот держать буду. Держать. На весу всегда делаю, чтобы корни не втыкались. На весу всегда буду держать вот так. И землю подсыпать. Вот смотрите, подгребла вот с этой стороны, потому что здесь было пустое место. Я вот так держала пальцем. И тут вот подгребла. Сейчас она уже стоит, вот этот череночек гортензии моей крупнолистной. И теперь я уже даже могу держать и показывать. Дело в том, что я все инструменты оставила, все приспособления на даче. А сама я сейчас в квартире. Соответственно, у меня только в руках телефон и все. И так вот хорошо не могу показать. Ну, это и думаю, что все понятно. Сейчас досыплю. Ну, вот смотрите, все я сделала. Сейчас сверху еще полью. Я не утрамбовываю ничего. А все засасывает вода. Это я вот поняла уже после нескольких лет, занимаясь растениями. Все. Много не надо. Как вы знаете, что... Не надо. Нельзя много, нельзя мало. Нужна всегда норма. Вот они даже до конца не дошло. Но этого даже и не надо. Все. Расти. Но я его сейчас еще накрою. Поставлю в контейнер и накрою еще. Потому что он здесь еще растений. Здесь он еще сверху не развился. Еще никаких листочков нет. Как будто уже здесь листочки. А я знаю, что здесь уже корешочки есть. Тогда я буду открывать крышку и постепенно там открывать его. Показываю вам этот череночек. Смотрите, через 2 недели у него уже наросло вот столько верха. А стоит он под бутылочкой. А вот еще один черенок. Видите, у него уже верх такой развитый. Крышка у него открыта. Это другой совершенно черенок. Но верх у него развивается. Видите, поэтому крышка снята. Итак, крупнолистную гортензию можно прекрасно размножать в агроперлите. Сейчас мы это увидели. Смотрите дальше, чтобы узнать, будут ли они расти, какие ошибки будут во время произрастания моих черенков. И чтобы вам уже не делать самим эти ошибки. До новых встреч!